МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первокарагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Горячая карагандинская молодежь. Полицейские в роли спасателей-психологов. Из-за тарифов на тепло придется пересчитывать семейный бюджет. Хоккейный сезон начался с победы Сарарки. Видео массовой драки на Юго-Востоке выложили на Ютуб. Кто с кем повздорил, кто начал и из-за чего возникла драка, правоохранительные органы ответа не дают. Регистратор, проезжавший машины, зафиксировал буйное поведение молодых людей на дороге. Активно стало разнимать дерущихся женщина-полицейский. Скандальное видео с массовой дракой на Юго-Востоке появилось в сети. Видео под названием «Разборки на дороге» обнародовал неизвестный очевидец. На записи видно, как дерущихся разнимает женщина в полицейской форме. Погоны обязывают. ДВД Карагандинской области не распространяется о том, что это был за конфликт и чем все закончилось. Заявлений-то никаких не было. Сотрудниками отделения криминальной полиции Михайловского отдела полиции УВД города Караганды в течение пяти минут по горячим следам были задержаны трое жителей города, совершивших разбойные нападения. Поздно ночью в дом, принадлежащий 29-летнему жителю Караганды, ворвались трое неизвестных и, угрожая владельцу дома обрезом, стали собирать, по их мнению, ценные вещи. Добычей нападавших стали сотовые телефоны и посуда. Забрав вещи, нападавшие скрылись, а владелец дома немежко сообщил о нападении в полицию. В течение пяти минут сотрудниками криминальной полиции недалеко от места происшествия были задержаны трое жителей города, двоим из задержанных 24 года, третьему – 22. Двое из них ранее уже имели проблемы с законом. Молодые люди дали признательные показания в совершении разбойного нападения. У них были изъяты похищенные вещи, а также обрез одноствольного охотничьего оружия. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Все они водворены в изолятор временного содержания. Сотрудники роты Дорожно-патрульной полиции ОВД города Шахтинска помешали 15-летней жительнице покончить жизнь самоубийством. С 6 сентября днем полицейские роты Дорожно-патрульной полиции ОВД города Шахтинска заметили на крыше одного из домов по проспекту Абая молодую девушку, которая намеревалась прыгнуть вниз. 15-летняя ученица 10-го класса одной из школ города решилась на такой шаг после ссоры с матерью. Но полицейские сняли девушку с крыши дома и отвезли в отдел полиции, где с ней работали инспекторы ювенальной полиции и психологи. Мы не хотим жить в гетто. Жители города Шахтинска жалуются на плохое состояние их двора. На улице Молодежной рядом с жилыми домами находится заброшенное жилье. Люди опасаются, что в один прекрасный день пустующие дома могут рухнуть. Жители улицы Молодежной уже не первый год пытаются достучаться до власти и города. Многие люди живут здесь не первый десяток. Рядом находится школа. Родители детей опасаются за безопасность своих детей, аргументируя это тем, что внутри заброшенных домов частенько селятся бездомные. 21 век, можно жить в таком дворе? Вот ответьте вы нам. Можно жить в 21 веке и расти детей в таком дворе? Это же просто ужас. Видя вот этот вот дом разбит уже сколько лет, не могут принять меры. Сзади этого дома находится 15-я школа, туда, куда ходят дети. То есть мы боимся пускать детей через разбитые дома, потому что страшно. Там выходят и педофилы, и наркоманы, и кого только там нет. Да, и вот это все там находится. Вы знаете, страшно. Детей рукой подать, водят руками туда и обратно. Это очень тяжело, потому что искали мальчиков, девочек сколько. Во дворе отсутствует детская площадка, нет освещения. Детям приходится играть в соседних дворах, а иногда даже в заброшенных домах. Как утверждают жители, зимой до их домов не может добраться машина скорой помощи, так как двор не асфальтирован. По этой причине медики уже не раз опаздывали на помощь людям. Вот здесь посмотрите, пожалуйста, на наши дороги. Зимой здесь заметают так, что ни одна скорая не проедет. Это были смертельные случаи, когда не доехала скорая, потому что проезда нет. Разгоняются вот по этой дороге, чуть ли не в забор. Врезаются вот здесь вот потом. Покажите, пожалуйста. Пожалуйста, чтобы сделали дорогу. Мы просим, чтобы сделали хорошую дорогу. С асфальтом, с бордюрами, без камней, без стекол, без ничего. Уже пять лет люди борются с этой проблемой. Жители настроены серьезно. Если их беду не устранят место и власти, то они решительно заявили, что дойдут до Астаны. Требуем! 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 Ануар Сидрахим Айденжакам, Бахтяру Спанов, Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Вопросы охраны труда следует держать на постоянном контроле. Текущая ситуация по соблюдению трудового законодательства на предприятиях и организациях, имеющиеся проблемы в этой сфере и меры по их решению стали предметом обсуждения на совещании, которое провел Акимобластинур Мухаммед Абдебеков. С информацией по вопросу охраны труда выступила исполняющая обязанности руководителя управления по инспекции труда Светлана Бесимбаева. Она сообщила, что за 8 месяцев 2014 года госинспекторами труда рассмотрено 1015 обращений, проведено 820 проверок организаций. По итогам проверок установлено 1626 нарушений, в том числе 1131 в области трудовых отношений, 477 безопасности и охраны труда, 18 занятости населения. По ним выдано 415 предписаний. К настоящему времени устранено 1528 нарушений или 94% от общего количества. По остальным сроки исполнения не истекли. Привлечены к административной ответственности 358 юридических и должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 13 миллионов тенге. Наибольшая доля нарушений, допускаемых работодателями, приходится на необеспечение безопасных условий труда, несоблюдение отраслевых и технических нормативов, стандартов безопасности и охраны труда. С начала текущего года Государственной инспекции труда рассмотрено более 500 обращений работников предприятий по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Наложено 48 административных штрафов на общую сумму 2,4 миллиона тенге. На постоянном контроле находится такой вопрос, как заключение коллективных договоров между работниками и работодателем. В настоящее время заключено 3372 таких договора, однако это составляет всего 22% от общего количества действующих предприятий. При этом наиболее низкий процент охвата коллективными договорными отношениями наблюдается среди организаций малого и среднего бизнеса. Акимобласти отметил в целом положительную динамику по предупреждению местными органами власти возникновение потенциальных очагов напряженности из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Данные вопросы должны рассматриваться в обязательном порядке на заседаниях городских и районных комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений на антикризисных штабах, подчеркнул Нурмухамбет Абдебеков. Сергей Высокосов, Батья Руспанов, Первый Карагандинский. Высокая награда. 8 сентября Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков вручил первому заместителю председателя Карагандинского областного филиала партии Нур-Отан Кадиши Успановой нагрудный знак Бельсинда Казметышин, удостойной этой награды за активное участие в реализации стратегического курса президента Республики Казахстан. 8 сентября в стране стартовала республиканская акция по поддержке семьи. В связи с этим в Караганде запланирован ряд мероприятий, инициированных городским филиалом партии Нур-Отан и общественными организациями города. Как и на чем строится семья? На понимании, на взаимной поддержке, на всем этом, вместе взятом и еще на многом другом. И все это мы называем семейными ценностями. Именно о вопросах семейных отношений говорили представители общественных организаций города. В честь семьи в Караганде проводятся конференции, семинары, психологические тренинги. 13 сентября пройдет второй республиканский форум молодых семей «Мы – будущее Казахстана», в котором примут участие 30 супружеских пар. Здесь также будут проведены конкурсные программы и диалоговая площадка. А 14 числа планируется провести родительскую конференцию в 20 школах города. Цель повышения педагогической культуры – ответственности и активности каждого родителя. То есть здесь, в принципе, замотивировать родителей, внимательные отношения к ребенку, ну и опять же, как мы сказали, снижение напряженности и тревожности. И параллельно 14 сентября в нашей общественной приемной будет проходить акция «Что может быть семье дороже». В работе по повышению семейных ценностей общественная организация «Мир добра» принимает самое активное участие. На сегодняшний день в центр обратились 79 семей, которые нуждаются в психологической поддержке. В планах совместно с партнерской организацией «Право на жизнь» провести акцию на рынке «Гасыр» с 11 до 13 часов. Что касается недели, которая поддержки семьи, это важно, это нужно, это значимо. Мы немножко пошли тоже другим путем, мы приглашаем принять участие. Мы выходим 12 числа, КСК Рада, мы выходим во дворы и работаем именно с категорией жителей, которые нуждаются в этом. Мы готовы ваши листовочки распространять, подготовились совместно с вами и с УВД города Краганды. То есть вот это форма работы, которая обеспечивает активность нашего населения. Еще одно значимое мероприятие, которое запланировала общественная организация «Мир добра», это открытие школы семейного воспитания на базе школы лицея 101. К празднованию Дня семьи каждая общественная организация вносит свою лепту, проводит разъяснительную работу, оказывает психологическую помощь социально уязвимым категориям семей. Поэтому говорить сегодня о том, что они бедные, несчастные, их забили просто так, а мужчина, значит, на первом месте, я думаю, не совсем было бы объективным. И мне кажется, чем больше традиций соблюдается у народа, по тем же религиозным направлениям, тем меньше конфликтов в семье возникает. Общественный фонд «Озарение» объявил конкурс на лучший ролик, содержанием которого должно быть регулирование конфликтов в семье. Желающие поучаствовать в конкурсе могут обратиться на сайт www.dialog-medition.kz и получить информацию. Напомним, в мае текущего года была проведена акция по поддержке выпускников, сдающих ЕНТ. Тогда более двух тысяч человек получили консультацию. Коротской филиал партии «Нур-Утан» продолжает проводить встречи с населением города по разным направлениям. Бульнур Жакен, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Испании в Республике Казахстан Мануэлем Парочи Парадам, который находился в регионе с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждался вопрос об установке памятного знака Испании на территории Испасского мемориального комплекса. Как известно, через Карлак в свое время прошли порядка 150 военных испанцев, и 11 из них трагически погибли. Акимобласти сообщил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время предыдущего визита посла в регион, была проведена работа по рассмотрению и определению местоположения памятного знака Испании в Спаске. В настоящее время начата его установка. Мы надеемся, что установка памятного знака будет еще одним проявлением наших дружеских взаимоотношений и развития не только экономических, но и культурного обмена. Во время встречи также затрагивались вопросы торгово-экономического сотрудничества. Акимобласти отметил, что внешнеторговый оборот региона за январь-июль 2014 года превысил более 4 миллиардов долларов США. При этом внешнеторговый оборот с Испанией составил всего около 8 миллионов долларов. А это говорит о том, что существуют большие неиспользованные возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного делового партнерства. Караганда является для нас важным городом, не только по политическим причинам, так же по экономическим. В этой области уже в течение многих лет работают две испанские компании. Я часто встречаюсь с руководителями этих компаний, и они говорят, с каким удовольствием и как им легко работается в Караганде. Нурмухамбет Авдебеков отметил, что главой нашего государства много делается для создания благоприятного инвестиционного климата и для беспрепятственного притока инвестиций в экономику. В связи с этим Акимобласти пригласил посла Королевства Испании к сотрудничеству в различных отраслях социально-экономического развития. Лариса Хусейнова, Эйдин Жакан, Махтия Распанов, 1-й Карагандинский. Новоселье жители, рухнувшие в Караганде многоэтажки, отложили. Заместитель Акима Караганды Арман Джумикенов попросил людей набраться терпения и еще немного подождать. Арман Джумикенов сделал заявление, которое касается жителей теперь уже не существующего микрорайона Бесаба. Чиновник пообещал, что многоэтажку для них достроят в концу первого квартала 2015 года. Власти не хотят торопить подрядчиков, потому что спешка неизбежно отразится на качестве строительства. Сейчас ведется строительство четырех блок-секций, в первой очереди микрорайона Шапагат. Они предназначены для бесабинцев. Из резерва правительства для этого специально выделялись средства. Мы реально оцениваем обстановку и не хотим говорить громких фраз о том, что уже в декабре заселим людей и красиво всем вручим ключи. Хочу быть с вами откровенным. «Заселять оставшихся бесабинцев в новый дом мы будем не раньше первого квартала 2015 года», сказал Арман Джумикенов. По его словам, новые квартиры в микрорайоне Шапагат предназначены для 242 семей, живших в Бесабе. 103 семьи уже получили жилье в трех достроенных 12-этажных блок-секциях. Оставшиеся 139 семей получат квартиры в четырех десятиэтажных блок-секциях. С 1 января 2015 года в Казахстане заработают измененные уголовные и уголовно-процессуальные кодексы. Они подразумевают наиболее полную защиту конституционных прав и свобод граждан и человека. Как известно, в июле текущего года глава государства Нурсултан Назарбаев подписал новый уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс, они кардинально, концептуально претерпели существенному изменению, поскольку они уже приведены в соответствии с международными стандартами. Исчезло понятие доследственной проверки. Теперь стадия возбуждения уголовного дела будет начинаться с момента регистрации заявления или сообщения о совершенном уголовном правонарушении. Ужесточена ответственность за коррупционные преступления, чем предусмотрен пожизненный запрет на право осужденным занимать определенные должности. Усилены санкции за мздоимство, введена система штрафов, исчисляемая из кратности полученной суммы. Новый уголовный кодекс пополнился 45 статьями, но в ряде случаев стал гуманнее. Так, например, из санкций 45 статей исключена конфискация имущества как вид дополнительного наказания. Одно из нового введения – понятие уголовного проступка. Если раньше за хулиганство, например, можно было получить срок, то теперь максимальное наказание – это общественно-исправительный труд или крупный штраф. Максимально смягчена ответственность пенсионерам, женщинам и инвалидам, если те оступились впервые. Вместе с тем, противовес гуманизации в новом документе особо строго краются любые преступления против несовершеннолетних. Усилено наказание за экстремизм и терроризм. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом по вине пьяного водителя переведено в разряд тяжких преступлений. Куда строже карательные органы готовы обойтись с теми, кто решится заняться клонированием себе подобных. За это тюрьма на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Введен новый институт – следственный судья. В его полномочия входит санкционирование процессуальных решений органов уголовного преследования, а также рассмотрение жалоб на их действия. Введена фигура процессуального прокурора, который осуществляет надзор с момента регистрации до вынесения окончательного решения по делу, участвует в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя. Новым уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено так называемое «правило Миранды», известное нам по киношным западным детективам. С нового года при задержании подозреваемого полицейские обязаны зачитать его права и устно поставить в известность за совершение какого преступления его задерживают. В УПК появилась новая мера процессуального принуждения – запрет на приближение, санкционируемый следственным судью. Есть еще ряд изменений, направленных на демократизацию уголовной системы, но отнюдь не на послабление преступникам. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. В Караганде на 10% поднялись тарифы на теплоснабжение. Счета по новым расценкам придут карагандинцам уже в октябре. С нового отопительного сезона карагандинцы, у которых в домах стоят счетчики, будут платить 3079 тенге за гикокалорию с НДС вместо 2798,8 тенге. Для тех, у кого счетчиков нет, тариф составит 93,3 тенге за квадратный метр, вместо прежних 84,8 тенге. Для юридических лиц тарифы тоже стали больше. Теперь они составляют 6573,7 тенге за гикокалорию с НДС. Сезон большого хоккея открылся в Караганде. Сарарка дома сразилась с Рубином из Тюмени за кубок открытия. Пора отпусков и отдыха заканчивается. Наступает пора спортивных игр для настоящих мужчин. Во всем мире начинается хоккейный сезон. Матчем в Караганде начался регулярный чемпионат высшей хоккейной лиги сезона 2014-2015 годов, где Сарарка дома сразилась с Рубином из Тюмени за кубок открытия. В игре за Сарарку отличились Кузьминков Артур в первом периоде, Илья Антоновский во втором и Анатолий Васильев, забросив шайбу в третьем отрезке игры. Но немного расслабившись и допустив Рубин к своим воротам, Беркуты все же пропустили две шайбы в третьем периоде. Итоговый счет 3-2 в пользу карагандинской ледовой дружины. И Сарарка завоевывает очередной трофей кубок открытия. И он теперь в Караганде. Следующая игра состоится 10 сентября в 19.00. К нам в гости пожалует спутник из города Нижний Тагил. И в завершении выпуска еще об одном. С 10 по 12 сентября в Карагандинской области ожидаются заморозки. По данным РГП КАЗ Гидромет, ночью с 10 по 12 сентября в области ожидаются местами заморозки 0-5 градусов. Преимущественно на севере и в центральных районах области. Населению рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей, одеваться соответственно изменениям погоды, по возможности воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся с вами в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова